И снова пятница, снова здравствуйте, привет зрители, привет ребаколюбители. Итак, получил сегодня, то есть не сегодня, а недавно посылочки, сегодня занимался распаковкой. И у меня на столе был вот такой вот ваблерок, который я купил за 40 шекелей на Алиэкспресс. Очень хороший. У нас в Израиле покупают вот эти ваблера из Т3 размера. Эве Уибо, или как они там называются. Вот такие вот ваблера. Кому интересно, бар-код, стоп-кадр, скриншот, искать. Вот такие вот ваблера. И нашел я на Алиэкспресс. В общем, у нас в магазине, на Алиэкспресс я купил его за 40 шекелей. У нас в магазине вот такой ваблер стоит 150 шекелей. Три раза точно такой же. Вот, и купил вот такие вот заготовки. Смотрел, смотрел, рассматривал, рассматривал. Заготовки похожие по принципу на без крючка, без покраски, без ничего. 20 штук за 50 шекелей. То есть один ваблер 40 шекелей, 20 вот таких вот заготовок 50 шекелей. Вот смотрите, какая экономия. Но все-таки вот эти ваблера, вот эти заготовки-болванки, это не оригинал вот этого. Я нашел несколько замечаний по поводу вот этих ваблеров. Они, да, похожи, да, очень похожи. Да, по конструктиву, по всему они очень похожи. Но они не идентичны. Не идентичны. И сейчас я вам покажу кое-что. Вот смотрите, обращаем внимание на глаз у оригинала покрашенного. Глазик круглый. У этого глазик яйцеподобный, яйцеобразный. У оригинала пружинка, то есть схема вот такая же. Такая же схема. Смотрим. Такая же схема. Пружинка, грузики, крепление для крючка, точно такое же, все такое же. Но я вот посмотрел, и вот эта вот пружинка внутри на этих более тугая. Соответственно, когда мы делаем проводки, этот стучит лучше и мощнее, чем вот этот. Но все равно есть какой-то стук, но не такой. В этом более глухой, более такой массивный. И, соответственно, если махать с разными амплитудами, то есть имитировать проводки, то у этого оригинала стук, он более массивный и на меньшей амплитуде, при меньшем усилии. А тут стук более-менее массивный, но есть. Но в то же время нужно делать более интенсивные рывки на проводке. Потому что мне так кажется, что вот здесь вот пружинка немножко или более тугая, или же вот эта проволочка, по которой бегают грузики, она что-то там более плотная или не трет не так, или еще что-то. Или надо же все-таки расшатать. Расшатать, притереть, просверлить, добавить каплю масла для смазки. Шутка. Вот. Ну, в принципе, я думаю, что если вот это, надо будет посмотреть, чем покрасить, какую-то покраску сделать, попробую. Будет у меня повод для моих очумелых ручек, глазики где-то понаходить. По размеру, по размеру, по размеру. Они почти одинаковые. Это немножко длиннее, наверное. Почти одинаковые. Это миллиметры. Это просто камера искажает. Потому что если повернуть вот так вот, то они одинаковые. Вот. Надо будет покрасить, полокировать, поставить крючки и попробовать, как работает это и как работает это. Сравнить. Так. Если вот так вот померить. Одинаковые. Один в один. То есть геометрия полностью слизанная. Но в то же время где-то что-то, как говорят, китайцы не доработали. Вот. Или это умышленно изменили форму глаза. С круглого на такой. Или же нет. Ну. Во всем остальном. Похоже. Только вот говорю звук. Звук немного тут. Не такой. Тут более глухой, более массивный. Тут менее глухой, более слабый. Наверное тоже. Оп. Как-нибудь у работы и вот этот, и вот этот разберу. И тогда уже сравню два, два этих изделия. Но пока что я чувствую, что это не то. Вот это, это поделка вот этого. Хоть и хорошая, но все-таки поделка. Кстати, собираюсь у них еще заказать. Потому что есть боблера, папера, которые у них есть тоже неокрашенные. По цене, довольно-таки смачной цене. И думаю, что их все-таки брать выгоняем. Потому что там нету шариков, нету ничего. Просто папера. Посмотрим. Буду заказывать у них еще. Потому что мне по большому счету это понравилось. И если это будет работать так же, как и это, то смотрите какая экономия. Тут 40 шекелей за штуку, а тут 50 шекелей за 20 штук. Так что вот так вот. Надо будет покрасить. Поклеить глазики, подцепить крючочки. И посмотреть на рыбалке, что с ним будет происходить. Все. Всем спасибо за просмотр. До свидания.